Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net номер 347. Задача А. Купили всего 60 тетрадей. Причем тетради в клетку было в два раза больше, чем тетради в линейку. И дам схематический рисунок. Большая пачка зеленая тетради в клетку. Ну, маленькая пачка тетради в линейку. Тетради в клетку в два раза больше. Примите количество тетрадей в линейку за одну часть. И ответим на вопросы. Сколько частей приходится на тетради в клетку? Тетради в клетку в два раза больше. Если в линейку одна часть, то в клетку тогда две части. А сколько частей приходится на все тетради? Давайте решать. На все тетради. Одна часть в линейку, две части в клетку. Один плюс два, три части приходится на все тетради. А теперь ответим на вопрос, сколько тетрадей приходится на одну часть. Всего тетрадей 60. 60 – это три части. Чтобы узнать, сколько тетрадей на одну часть, надо 60 разделить на три. Мы получим 20 тетрадей. Приходится на одну часть. А теперь узнаем, сколько купили тетради в линейку и сколько в клетку. Одна часть – это 20 тетрадей. А у нас одна часть – это тетради в линейку. Значит, соответственно, 20 тетрадей – это тетради в линейку. Можно дописать во втором действии и пояснение. Одна часть – это тетради в линейку. И найдем, сколько тетрадей в клетку. Тетрадей в клетку – две части. Чтобы узнать, сколько всего тетрадей, 20 умножить на 2. Так как одна часть – 20, всего две части, а это будет 40 тетрадей. Это в клетку. Можно записать ответ. Но для этого сделаем схематический чертеж. Итак, для кружка детского творчества купили 60 листов серого и белого картона. Причем серого в три раза меньше, чем белого. То есть белого в три раза больше. Примем количество серого картона за одну часть. Тогда белого картона, раз его в три раза больше, три части начертим. Итак, серый картон – одна часть, белый картон – три части. Раз его в три раза больше, еще раз. Всего купили 60 листов. И опять давайте отвечать на вопросы. Примем количество серого картона за одну часть. Мы приняли. И ответим на вопросы. Сколько частей на белый картон? На белый картон приходится три части. Узнаем, сколько приходится частей на весь картон. Итак, на серый картон – одну часть. На белый картон – три части. Один плюс три – четыре части. Приходится на весь картон. И тогда мы узнаем, сколько листов приходится на одну часть. Всего 60 листов. 60 листов – это четыре части. Чтобы узнать, сколько листов на одну часть, надо 60 разделить на 4. Получим 15 листов. Составляет одна часть. А так как одна часть – это у нас серый картон, значит, 15 листов серого картона. И теперь узнаем, сколько белого картона. Так как белый картон – это три части. Одна часть – это 15 листов. Значит, 15 умножить на 3. Белого картона у нас 45 листов. Можно записать ответ. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео. Вам? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!